Доброе утро! В институте президентом республики, который одновременно является и председателем попечительского совета нашего университета, председателем совета директоров крупнейшей компании Российской Федерации Татнефти, было дано поручение сконцентрировать на площадке Казанского федерального университета компетенции по разработкам в области тяжелых нефтей. Наша цель – это разработка экологичных, экономичных и энергоэффективных методов добычи тяжелой нефти и обеспечения устойчивого развития как нашей страны, так и целом региону. Вот именно этой теме посвящена была конференция, которая началась буквально вчера вечером, значит, и за это время наши гости сумели посмотреть Казанский федеральный университет, его институты, что особо важно, поскольку данная тема реализуется в основном как на площадке специально созданного для этих целей Института геологии и нефтегазовых технологий, так и на базе Института физики, Института химии, Института биологии и ряда других, поддерживающих данную инфраструктуру институтов Казанского университета. Вчера, как я уже сказал, мы открыли конференцию, посвященную развитию и применению термических методов увеличения нефтеотдачи, которые чрезвычайно важны для добычи высоковязкой нефти, количество которой в целом в Российской Федерации огромно. И основные залежи сегодня сконцентрированы на территории Волги и Урала, и достаточно большие объемы сегодня находятся и на территории Республики Татарстан. Это действительно очень междисциплинарное направление исследований и разработок, яркий пример кооперации ученых различных отраслей со всего мира, демонстрации важности этой проблемы и большого интереса ученых Казанскому федеральному университету является тот факт, что у нас в эти дни собрались представители всех крупнейших научных центров мира, работающих в данной области. Я хочу представить наших коллег, которые принимают участие в нашей встрече сегодня, хотя их намного больше, здесь приехали и многие наши коллеги из компаний, которые работают на территории Российской Федерации, я представлю лишь тех, которые находятся здесь. Наш давний друг и коллега из Турции, директор Института технологии Ближневосточного технического университета в Анкаре, профессор Мустафа Аверсан, который является отнимись соорганизатором данной конференции. Он один из организаторов и специалистов в области термического анализа нефти и методов разработки. Профессор университета БАД Мальком Гривс, это Великобритания, разработчик инновационных методов разработки нефтяных месторождений Тай и Капри. Вчера он уже выступал с лекцией о методах Тай, которая вызвала большой интерес услышателей. Профессор из Соединенных Штатов Америки Берна Хаскакер, руководитель группы термических методов разработки Техасского университета, специалист по внутрепластовому горению и в целом термическим методам увеличения нефтеотдачи. Она тоже вчера прочитала интересную лекцию для наших ученых и о сложных технологиях заводнения. Ведущий эксперт в области термических методов разработки профессор Алекс Турта, это Канада, он участвовал в разработке и внедрении многих инновационных термических методов разработки нефтяных месторождений. Вчера он представил нашим ученым обзор по программному обеспечению для оценки результативности технологий повышения нефтеотдачи. Ведущий мировой эксперт в области термических методов добычи наш давний коллега доктор Клод Гадель, работающий ныне в Соединенных Штатах Америки, в прошлом советник французского института нефти по промышленным технологиям. Ведущий специалист в области термических методов разработки компании Шелф Алексей Черняк, тоже Соединенные Штаты Америки. Директор группы термических методов разработки университета Калгари, профессор Судархан Мехта, это Канада, он также является консультантом различных канадских и международных нефтедобывающих компаний. Научный руководитель группы термических методов разработки университета Калгари, профессор Гордон Мур, сегодня он консультант различных канадских и международных нефтедобывающих компаний, ранее возглавлял отдел химической и нефтяной инженерии университета Калгари. Мы посещали данную лабораторию профессоров Мехти и Мора в 2012 году и многое переняли у них. Руководитель группы католического облагораживания нефти профессор Пирайра Алмао, Канада. Он занимается разработкой технологий для облагораживания битумов на месторождениях Канады с применением катализаторов. Для нас это тоже очень хороший опыт, поскольку именно при помощи катализаторов мы разрабатываем собственные методики. И к этой разработке тоже подключена группа людей, которые работают в этом направлении. И мы, как вы знаете, создаем и собственные опытные производства в области катализаторов. Руководитель лаборатории нефтяных и газовых месторождений Юго-Западного университета Китая профессор Пу Ван Фэн. Занимается исследованием технологий внутрипластового горения и термогазового воздействия в Китае. Координатор проектов по увеличению нефтеотдачи компании «Экопетрол Эйдернис Веласхас» – это Колумбия. Занимается реализацией проектов по внутрипластовому горению на месторождениях компании. Ведущий специалист международной компании «Майерск Оилл» и главный редактор ведущего международного журнала, журнал нефтяной науки и технологии «Ворл Сандер Суичмен» – Дани. Ведущий специалист международной компании «Петра Чайна» – Джунши Танг, тоже Китай. Область интересов термических методов повышения нефтеотдачи, в том числе внутрипластового горения. Руководитель лаборатории Колумбийского института нефти Эрнандо Ботти. Он также является научным руководителем проекта по применению внутрипластового горения на месторождениях Чичимина. Таким образом, сегодня здесь, в Казани, собрались наиболее значимые в мире специалисты в области термических методов повышения нефтеотдачи. И мы очень рады, что здесь же вместе с нами находится и руководитель крупнейшей компании Российской Федерации, генеральный директор «Татнефти» Налилфатыч Маганов. А теперь я с большим удовольствием хочу предоставить слово нашему президенту Республики Татарстану Рустаму Рогалевичу Мениханову. Рахимитарист Рустаму Рогалевичу. Значит, в зале синхронный перевод, поэтому никаких проблем нет. Я понял. Уважаемые участники семинара, рад приветствовать вас в Республике Татарстан. В эти дни Казанский университет стал местом встречи ведущих учёных и специалистов в области термических методов добычи тяжёлых нефтей. В работе первого международного семинара-конференции, посвящённого термическим методам увеличения нефтеотдачи, принимают участие наши коллеги. Решат Равхатович подробно их представил. Также представители компаний «Татнефть», «Зарубежнефть», «Ретек» и учёные-нефтяники. Отрадно, что ряд присутствующих зарубежных коллег является постоянными участниками нашей традиционной осенней геологической конференции. Выбор темы семинара и место его проведения не случайны. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ признанный научный центр по внедрению новых технологий поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. Компания «Татнефть» первой в отечественной нефтяной промышленности приступила к промышленной добыче высоковязких нефтей. Были опробированы десятки технологий теплового воздействия на пласт. Накоплен ценный опыт освоения трудноизвлекаемых запасов. Десять лет назад на Ашальчинском месторождении компания впервые в России использовала собственные технологии разработки на основе принципов парагравитационного дренирования. Сегодня, благодаря внедрению инноваций, суточная добыча сверхвязких нефти достигла уровня 2200 тонн. В феврале текущего года была добыта миллионная тонна сверхвязкой нефти. Трудноизвлекаемые запасы – основа долгосрочного наращивания добычи и расширения сырьевой базы не только нашей республики, но и всей нефтяной промышленности Российской Федерации. В нашей стране выработанность освоенных нефтяных месторождений достигла 60%, ухудшается качество остаточных запасов – это ожидаемый и неизбежный процесс. Сегодня доля трудноизвлекаемых запасов составляет около 60%, степень их выработки – около 25%. Как и в России, так и в ведущих мировых нефтедовой странах основные запасы сосредоточены именно в тяжелой нефти. По разведанным запасам высоковязкой нефти мы занимаем третье место в мире. Более 70% данных запасов сосредоточено в Волско-Уральском регионе. Только в Татарстане ресурсы битумной нефти оцениваются более чем 7 млрд тонн. К вязким нефтям мы относим нефть с вязкостью более 30 сантей Пуаз. Традиционные технологии заводнения не оправдывают себя на месторождениях высоковязких нефтей. Для таких объектов необходима новая технология, в частности, тепловые методы воздействия. Уважаемые коллеги, нам интересен ваш опыт в области технологий парагравитационного дренирования, внутрипластового горения, облагораживания высоковязких нефтей, термогазового воздействия на пласт на основе бинарных смесей. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества, желаю всем участникам семинара плодотворной работы и успешной реализации новых совместных проектов. Спасибо. Спасибо, Рустам Наргалевич. Уважаемые коллеги, если можно, договоримся по регламенту, что все вопросы и обсуждения будут в конце, после коротких докладов. А сейчас, если позволите, разрешите перейти к коротким научным сообщениям наших гостей. Значит, и первым я слово хочу предоставить для выступления по данной теме начальника управления по добыче сервияской нефти, акционерного общества «Татнефть» Амирханова Марат Венелапычу. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые делегаты конференции. В своем докладе я хотел бы коротко остановиться на основных вызовах, которые стоят перед нашей компанией в области добычи, разработки, месторождений сверхвязких нефтей. Мы надеемся, что вы нам поможете в решении этих проблем. Как уже говорил Рустам Наргалевич, наша республика обладает значительными запасами сверхвязкой нефти. И компания «Татнефть» является безусловным лидером в скважинной добыче сверхвязкой нефти на территории Российской Федерации. Залежи сверхвязкой нефти расположены у нас на небольшой глубине, что накладывает определенные ограничения на применение различных тепловых методов. Вместе с тем они отличаются еще достаточно сложными геолого-физическими условиями. За 10 лет со старта проекта было добыто более 1 миллиона тонн сверхвязкой нефти. На данный момент у нас пробурено порядка 509 эксплуатационных скважин. Из них по технологии САГДИ это 225 пар скважин. 50 скважин будет работать у нас по технологии парагравитационного воздействия. Прогноз добычи сверхвязкой нефти на 2016 год у нас составляет порядка 740 тысяч тонн, а максимальная добыча, запланированная на 2018 год, это порядка 1 миллиона 990 тысяч тонн. Основные проблемы, которые стоят перед нами в области геологии и разработки добычи, В области геологии это в основном прогнозирование водо-нефтяного контакта на малых расстояниях. То есть в наших условиях водо-нефтяной контакт нелинейный, он меняется значительно по площади. И в месторождении с малыми толщинами достаточно сложно прогнозировать необходимое большое количество оценочных скважин. Для решения данной проблемы мы работаем с КФУ в рамках федеральной целевой программы. Открыт у нас совместный проект, ведется работа по разработке геоэлектрических систем для проведения разведки и оконтривания СВН. Но в том числе, несмотря на это, у нас возникают проблемы с пересечением водонасыщенных пропластков при расположении скважин ближе к подошве пласта, либо проблемы с пересечением покрышки при расположении скважин выше зоны водо-нефтяного контакта в месторождениях с малыми толщинами. В области разработки перед нами стоят следующие проблемы. Я кратко, может быть, на них остановлюсь. Одна из проблем – это мониторинг разработки залежей закачкой пары, то есть мониторинг распространения паровой камеры в пласте. В настоящее время мы используем стандартные методы – это измерения по опту с помощью оптиковолоконного кабеля, телеметрических систем, температуры из контрольных скважин. Однако, конечно, необходимо иметь более точное представление о распространении паровой камеры для того, чтобы управлять ее развитием. Для этого совместно с Федеральным университетом в рамках федеральной целевой программы у нас проводятся исследования в области разработки комплексной технологии электро- и сейсмоакустики для мониторинга распространения паровой камеры. Также стоит проблема разработки залежей с низко-нефтенасыщенными линзами. Если видите на рисунке, у нас есть ряд залежей, в которых наблюдается неоднородность нефтенасыщения по разрезу. То есть встречаются линзы высоко ободненные, так называемые. Соответственно, у нас идут потери тепла непроизводительные, низкие начальные дебиты. Этот вопрос у нас остается открытым. Следующая проблема – это разработка залежей с малыми нефтяными толщинами, менее 10 метров. Они, как правило, расположены в краевых зонах залежей. Таких участков у нас достаточное количество. Мы здесь использовали, как правило, парациклические скважины. Однако, поскольку все-таки расположение, глубина залегания таких пластов небольшая, высоких давлений закачки пары мы здесь не можем развить, поэтому достаточно быстро иссякает пластовая энергия. И, соответственно, эффективность таких скважин достаточно низкая. Мы ведем сейчас определенные работы для решения этой проблемы, но тоже ваш ценный опыт для нас был бы интересен. В области добычи основные проблемы – это сложность освоения скважин, прежде всего, которые вскрыли в определенном месте водо-нефтяной контакт. Я уже, как говорил выше, водо-нефтяной контакт у нас не линейен, он волнообразный, поэтому избежать пересечения его достаточно сложно. Компания работает. В принципе, над этой проблемой мы разработали термогелевые составы. Однако есть определенные проблемы, где скважина вскрыла у нас водонасыщенную часть в пятке, в середине скважины. Пока у нас надежных технологий водоизоляции для таких скважин нет. Следующая проблема в добыче – это отложение солей. В основном это карбонат кальция, поскольку у нас вода гидрокарбонат натриевого типа, поэтому при температуре больше 60 градусов интенсивно начинает выпадать соли, как в фильтре, добывающей скважину, так и на элементах насосного оборудования. Мы боремся этим химической обработкой с помощью соляной кислоты, ингибированной. Однако, просим вашей помощи. Возможно, есть большой опыт использования термостойких ингибиторов солиотложения, определенных в решении данной проблемы. Следующая проблема – это регулирование объемов закачки пара по длине горизонтального ствола. У нас есть скважина с горизонтальным стволом 1000 метров. Достаточно сложно регулировать распределение закачки пара по этому стволу, для того чтобы получить равномерный прогрев скважины по длине. В настоящее время используем дополнительные муфты с отверстиями. Однако, по ним регулировать именно объемы необходимой закачки пара достаточно сложно. В рамках федеральной целевой программы с университетом мы ведем работу, тоже параллельно с разработкой подобных устройств. Однако, конечно, опыт в эксплуатации подобного рода скважин нам был бы тоже интересен. Это основные проблемы, которые мы решаем, которые стоят перед нами, и мы решаем в данный момент. Большое спасибо за внимание. Надеюсь на сотрудничество в рамках данной конференции. Возможно, какие-то проблемы у нас будут решены с помощью вас. Спасибо большое. Сейчас я хотел предоставить слово Данису Карлычу, директору Института геологии и нефтегазовых технологий нашего Казанского университета. Я уже вчера на конференции отмечал, что направление, связанное с тематикой сегодняшней конференции, является приоритетным для нашего университета. И оно носит распределенный характер. Ряд институтов подключены. И, тем не менее, руководитель этого направления сегодня, Данис Карлычу, доложит о тех проектах, которые в последнее время получили, в том числе и поддержку федерального правительства. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Руслан Григорьевич, уважаемые коллеги, мне очень приятно, что вот такая группа специалистов собрала здесь, в присутствии нашего президента. И Шатар Абхадович отметил, что несколько лет назад Руслан Григорьевич поставил задачу Казанскому федеральному университету принять непосредственное участие в решении этих сложных проблем, которые являются очень чрезвычайно важными для республики и для России в целом. И, по сути, вот Ишат Абхадович сказал уже, что мы создали такую кооперацию внутри университета сначала. Это, по сути, мегафакультет, который объединяет в себя геологов, физиков, химиков, математиков, биологов, экономистов, юристов. То есть это такой консорциум, мы называем его стратегическо-академическая единица, ЭКОНЕФТЬ, перед которой поставлена задача создания этих технологий, сбор, концентрация всех существующих технологий в мире и подготовка специалистов, проведение научных исследований в этом направлении. Естественно, конечно, мы в первую очередь копируемся с нашей компанией ТАТНЕФТЬ, которая является на сегодня одним из лидеров в мире и непосредственно лидером в России в использовании термических методов. Вот Марат Инкелапович уже отметил те работы, которые мы совместно делаем в рамках федерального гранта. Мы создали совершенно новые технологии совместно, которые позволяют проводить мониторинг паровой камеры. То есть, по сути дела, мы стремимся к тому, чтобы управлять подачей пары с использованием дистанционных геофизических методов исследования и создания подробных 3D-моделей. Тем более, что битумы наши существенно отличаются от битумов канадских. В Канаде это достаточно простое геологическое строение. У нас запасы огромные, но они сосредоточены в разных условиях, имеют разные размеры, разные совершенно геологические строения. Поэтому такое детальное исследование 3D-трехмерного строения этого резервуара имеет колоссальное значение для экономически оправданного освоения этих заряжей. И вот совместно с компанией Тротнефть мы достигли успехов. В том смысле, что сегодня мы создаем систему мониторинга, которая в десятки раз дешевле существующих на сегодня в мире. И я думаю, что технологии в будущем будут использоваться и в Канаде, и в Южной Америке, и в других странах. Кроме этого, мы с Тротнефтью создали уникальную систему моделирования, трехмерного моделирования таких заряжей. И сегодня разрабатываем систему симуляторов для симуляции процесса добычи с помощью парагавиационного воздействия. Кроме этого, мы проводим совершенно новые разработки в недрах университета и тоже совместно с компанией Тротнефть, с другими компаниями, с компанией «Зарубежнефть», «Лукоил», по использованию катализаторов для нефтедобычи. Это две группы катализаторов. Во-первых, это катализаторы окисления, которые позволяют использовать частично энергию нефти для нагрева той же самой нефти. И вторая группа катализаторов – это катализаторы каткрекинга, которые при температурах, мы надеемся, менее 200 градусов, будут приводить к необратимому изменению вязкости нефти при добыче, что позволит фактически проводить такую предварительную нефтепереработку уже в полосте. Я думаю, что в связи с тем, что мы сегодня проводим эту конференцию, я думаю, нам удастся создать некий консорциум мировых лидеров в этой области, который позволит нам в ближайшие годы совместными усилиями создать технологии, которые будут экологичными, экономичными и энергоэффективными. Это важно не только с точки зрения экономики, но и очень большую социальную роль играют эти методы, потому что сегодня речь идет о загрязнении окружающей среды. И вот те методы, которые тепловые мы используем, очень часто приводят к сильному загрязнению. Поэтому мы должны создать такие методы, которые позволили бы более экологично добывать вот эти неограниченные практически запасы, которые у нас сегодня есть в России и во всем мире. Вот, кратко это сказать, мое представление. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово профессору университета БАД в Великобритании, Малком Гринс. Пожалуйста, господин Гринс. Извините, я начну за мной. В университете БАД в Великобритании мы разработали новый инновационный процесс под названием ТАИ, или усовершенствованный процесс внутрепластового горения, который изначально использовался с использующей в структуре. Одна закачивающая скважина, одна добывающая. В качестве добывающей используется горизонтальная скважина. Она рассматривалась изначально как некое странное решение, но была тестирована на пилотной системе в Атабаско под названием YCS Development. Был реализован пилотный проект компании E-PetroBank в 2006 году, основан на трехмерных исследованиях, которые были проведены в университете БАД. Единственная база была в попытках разработать такую систему вот такова. Глубина соответствующего резервуара была 450 метров, достаточно однообразный резервуар, который находится в соответствующих нефтяных песках, но неплохой, не слишком большая глубина воды, и в краткосрочном периоде показала успешность технологии, было показано то, что можно в процессе также получить обогащение, или нефтепереработку на месте залегания. Сегодня усовершенствованный процесс внутрепластового горения показал, это единственный процесс, который показал значительное обогащение качества месте переработки в месте залегания, 4-5 пунктов градусов API. Безопасно был проведен процесс в течение пяти лет, процесс показал надежную операционную процедуру, но, как можете себе представить, это был экспериментальный пилотный проект, это не было полномасштабной производственной операцией, задача была познакомиться с тем, как данный процесс будет работать в реальных условиях, огромный объем информации был собран, не вся, конечно, эта информация была отражена в литературе, но значительный опыт, тем не менее, был набран посредством реализации компании Петробанка указанного процесса. Нет каких-либо примеров того, что наблюдался прорыв кислорода, что для людей считается серьезной проблемой, хорошо контролируется встроенной системой управления процессами скважины, цель заключалась в том, чтобы организовать широкий фронт горения, который остается далеко от горизонтальной скважины, и организовать его движение от Носква, горизонтальной скважины, к пятке. К сожалению, технические сложности, но не продолжалось. В основном регуляторно, достаточно длинный был процесс. Компания Петробанк получила лицензию в провинции Соскевич-Иван на традиционной территорию залегания нефтяных песков под названием Крабер, получили соответствующие лицензии в течение трех месяцев, в то время как в случае правительства провинции Альберта они были вынуждены ждать два с половиной уже года на получение лицензии и все еще не получили на тот момент. Изначально проект Краберт был организован практически так же, как первый пилотный проект по технологии ТАИ. В Уайтсенс пилотный проект состоял из секции двух скважин, горизонтальная скважина была 500 метров, возможность закачки воздуха приблизительно 80 тысяч кубометров в день максимум. Пилотный проект на площадке Краберт также показал неплохой успех 6-12 месяцев, 500-600-700 баррелей в день в течение этого пилотного с повышением качества нефти на 5-6 пунктов, но затем был спад, наблюдался спад, и в оставшийся период операции они расширяли разработку в течение... организовали еще 10 скважин с целевым уровнем 10 тысяч баррелей в день, но в связи с геологическими проблемами подобные нефтеотдачи, соответствующие цели уже не достигли. В этом резервуаре, возможно, операционные аспекты были не планированы. Любой аспект операции внутрепротового горения это вопрос процессов важных перед инициированием фронта горения, и, на мой взгляд, операционно соответствующие предварительные работы не были проведены наилучшим образом, но мы изначально показали, что на площадке Гороберта можно было организовать. Так или иначе, опять-таки, была стабильная операция, но возникали проблемы в связи с легающими пластами воды. Еще один момент, что тут необходимо было преодолеть местную гетерогенность, однако незначительное влияние этого в рамках первого пилотного проекта по технологии Тайбл были разные гомогенные слои. Верхний слой имел соответствующие линзы сланцев, однако для технологии Тайбл это не создало серьезных проблем. Технология показала, что она работает стабильно, если можно организовать... имеется возможность сохранить самоустойчивость процесса, и самое важное, внутрипластовое горение показали великолепные возможности. Мы считаем, что потенциал у этого метода имеется, если условия могут быть усложны, и плюс добавить к технологии... Плюс технология КАПРИ, которая является дополнением к технологии Тайбл показала некий обещающий потенциал по улучшению обогащения нефти на месте залегания. На этом, пожалуй, я закончу. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Грифс. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово для руководителя группы термических методов разработки Техасского университета профессору Берни Хаскакер. Пожалуйста, госпожа Хаскакер. Большое спасибо за представление. Позвольте сначала я представлю себе дополнительно. У меня есть определенный опыт в рамках отрасли. Работала на Шлюмберже, принимала участие в ряде проектов, в том числе в Колумбии. Проблемы технические со звуком. А также в Слакудо-Барако, Руминске. Работаю в Техасском университете ИНМ, а сейчас в основном преподаю дисциплины, связанные с коллекторами поведения, соответствующего коллектора, методы МУН. Как следовательская группа, мы работаем в основном экспериментально. Мы занимаемся САГДИ, занимаемся пароциклической обработкой, технологией, работаем со сложными резервуарами, используемые электронной, электромагнитной экспериментой, для того, чтобы методы равномерного распределения пар в горизонтальных скважинах, соответственно, управления равномерным распределением пар в скважинах. Поэтому, что я, по большому счету, могу сказать, то, что экспериментальные исследования, они действительно очень важны для того, чтобы лучше понимать методы увеличения нефтеотдачи, потому что вы работаете с нетрадиционными резервами, соответственно, как вы можете их добывать, используя нетрадиционные технологии. Почему мы их называем нетрадиционными? Потому что данные технологии ранее не использовались. Другими словами, необходимо суметь провести достаточно много исследований, для того, чтобы лучше понять, как они работают. Мои личные наблюдения, когда я впервые познакомился с экспериментальными лабораториями Казанского федерального университета, они однозначно способны проводить соответствующие эксперименты. И вдобавок ко всему, если бы они захотели сотрудничать с техасским нашим университетом посредством обмена студентами, для того, чтобы организовать кроссопыление идеями, мы, конечно же, будем готовы организовать подобные сотрудничества в вопросах образовательного сотрудничества. Я также хотел бы напомнить то, что техасский университет ИНМ является ведущим университетом по нефтяным технологиям в Соединенном Штатах Америки и ведущей тройке по аспирантским программам. Большое спасибо. И еще вот хотел бы добавить, для меня большая честь быть здесь, среди других экспертов. И я тут, я отмечаю, что я единственная женщина, но надеюсь, что таким образом смогу служить и примером для студентов Казанского университета, которые хотят заниматься в отрасли нефтедобычи. Спасибо. Спасибо большое за предложение. Несомненно, мы вашим предложением воспользуемся, тем более с техасским университетом у нас есть и соглашение. Мы работаем в области математического образования и будет очень, я думаю, уместно воспользоваться вашим предложением и работать в одном из приоритетнейших для наших направлений. Спасибо. А сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово для выступления ведущему специалисту в области термических методов разработки компании Шелл Алексею Чернякову. Пожалуйста, Алексей, вам слово. Доброе утро, дорогие коллеги. Я буду говорить по-русски, хотя по-русски иногда получается не очень хорошо из-за того, что большинство времени, я говорю по-английски, и поэтому время от времени что-то будет проскакивать, и, может быть, мне самому понадобится переводчик. Мне очень приятно быть здесь по приглашению Казанского университета. Это мой второй визит сюда. Я немножко потом поговорю о том, как проходил первые визиты, какое приятное впечатление было произведено теми лабораториями, которые было показано. Я представляю научно-исследовательский отдел американского филиала компании Шелл, в которой была разработана технология по внутрепластовому нагреву с использованием электрических нагревателей для внутрепластового облагораживания нефти и повышения нефтеотдачи. Эта технология была нами разработана и опробирована в нескольких пилотных проектах в Канаде. И в 2004-2009 году один из пилотных проектов под названием «Вайкинг» привел к тому, что общая отдача была порядка 70% при вполне приемлемых энергетических балансах. Подобная технология при всей ее привлекательности с точки зрения того, насколько может увеличиться коэффициент извлечения нефти, требует довольно больших вложений с точки зрения бурения дополнительных скважин. И в общем и целом это не является технологией, которая применима везде. А это требует довольно детального и подробного скрининга конкретных месторождений, конкретных предложений. То, что нами было замечено и показано, что для более тонких слоев или слоев с большой обводненностью распространение тепла лучше ограничить только призабойной зоной, потому что понижение вязкости в призабойной зоне увеличивает эффективный размер скважин, что приводит к увеличению дебета. Также в случае длинных горизонтальных скважин и вязких нефтей в них зачастую происходит то, что работает не вся горизонтальная часть скважины, а только часть ее, что приводит к общему уменьшению дебета. Для подобных месторождений нами была разработана слегка отдельная технология, но на том же самом основании длинных электрических нагревателей, которая может быть использована с уже существующими производящими скважинами и теми технологиями, которые существуют в них, когда производится спуск в хвостовик с теми же насосными системами, которые в них существуют, и происходит некоторый нагрев без облагораживания нефти, то это означает, что не происходит коксование в призабойной зоне, а только понижается вязкость в ней, что приводит зачастую к довольно существенному увеличению добычи, даже если распространение тепла идет на расстояниях от полуметра до метра. Те же самые электрические нагреватели, которые являются ключевым моментом для подобного рода технологий, могут быть использованы в нагнетающих скважинах, как, например, как уже было упомянуто представителям ТАТ-нефти, в длинных горизонтальных скважинах, где происходит нагретание нефти, и когда неоднородность пара в зависимости по длине скважины может очень сильно меняться. Использование нагревателя было нами теоретически пока что на данный момент показано, что может привести к увеличению приемности скважины и увеличению однородности нефти по горизонтальной части. На данный момент в компании Shell проводятся технические и экономические изыскания по применению данной технологии на российском рынке, и конкретно в республике Татарстан. Мы начали переговоры с несколькими российскими компаниями и продолжаем их. Один из возможных вариантов коллаборации и движения вперед это создание отдельной компании, которая будет выведена из-под концерна Shell для того, чтобы продвигать эту технологию на российский рынок. Это позволит увеличить использование местных ресурсов с точки зрения экспертизы, которую мы видим в Казанском университете или экспертизы из российских компаний. Насколько это продвинется, покажет время. Мы только в самом начале пути, и это нечто, что наполняет нас довольно большим оптимизмом, и это очень интересно смотреть, как это все будет развиваться. Я хотел бы сказать, что наше конкретное взаимодействие с Казанским университетом, оно только начинается, но то, что, как я уже упоминал в самом начале, мы уже видели, произвело самое благоприятное впечатление. И с точки зрения технической оснащенности, и с точки зрения той экспертизы, которая находится в этих стенах. Это касается студентов, которые здесь, это касается технических экспертов, которые здесь находятся. И мы очень рады, и смотрим с радостью в будущее на те совместные проекты, которые мы сможем зарабатывать. Спасибо. Спасибо нам большое, Алексей, и за добрые слова, и за пожелания, и за прогноз наших взаимоотношений. Сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово, предоставить президенту компании ITOR Consulting, Алексу Турту. Пожалуйста, господин Турту. Ну, доброе утро. Я только пять минут вашего времени займу. В этом разговоре прежде всего я бы хотел сделать комплимент тому, что сказал Марк Грифф о Тай. Ну, первое. Это Тай. Тай – это очень хорошая технология, касающаяся подземного улучшения качества нефти. Тай применяется и готов для того, чтобы им уже пользоваться, с некоторыми улучшениями и изменениями в тех местах, где уже идет добыча нефти. И я бы хотел добавить кое-что к этому, то, что, вообще говоря, технология Тай уже испытывается на порядка 12 лет. И на сегодняшний момент в пилотном проекте после 7 лет еще до сих пор двигается этот пилотный проект. То есть этот проект, которым я говорю сейчас, он еще идет, он еще не заморожен. Но он ведется на меньшем масштабе из-за колебаний цен на нефть. И технология Тай будет улучшаться. Есть и другие пилотные проекты в мире. Основные технологии – они в настоящей работе. Это конфиденциальная информация. Я не могу вам все рассказать об этом, но, поверьте мне, они разрабатываются и продолжаются разрабатывать в различных странах. Вот это текущее положение технологии Тай. Последний момент, который я хочу сказать – это нравится вам Тай, не нравится вам Тай, но он вам нужен объективно в любое время. И это опыт из Китая и других стран. В любой момент, когда вы начинаете бурить горизонтальную скважину и инициировать процесс внутрипластного горения, вам этот Тай необходим. В противном случае, вы можете сделать очень большие ошибки, вы можете повредить скважины. Вам нужно очень большое необходимость. Даже если вы Тай не пользуетесь этим процессом, и если вы хотите использовать горизонтальные скважины для улучшения добычи, вам необходимы данные, которые вы получаете, пользуясь Тай-методом. Еще. Еще следующий момент. Основное, что я хочу сказать – это применение внутрипластного горения. Вы должны рассчитывать на долгосрочное использование горизонта. Вы не можете 2-3 года планировать, от 5 до 10 лет. Если это длинный горизонт, если вы решите делать это, делайте, если вы говорите «у нас только 1-2 года», даже не связывайтесь с этим делом. Это абсолютно четкая позиция. И второе, что я хочу сказать – это внутрипластовое горение необходимо очень большое количество подготовительной, предварительной работы. Очень большие инженерные расчеты должны быть проведены. И вот почему. Потому что пилот, он интегрирован в целый большой процесс эксплуатации. Другими словами, когда вы только используете внутрипластовое горение, у вас есть пилот, который интегрируется в большой эксплуатационный продукт. И очень важный момент – это определить и разместить пилот на самой верхней точке резервуара, для того, чтобы геология здесь очень важна. Потому что очень часто пилот не является правильно подготовленным, неправильно расположенным, и вы теряете кучу денег при этого. Процесс не может идти правильно, он не может идти очень быстро, и он не может быть регулированным. Ну, дайте я так вам скажу. Очень быстро, когда я говорю, это 5-6 лет, и люди говорят, ну да, мы за 2-3 года делаем ерунда, ничего подобного. Этот процесс гораздо более сложный, гораздо более временно затратный. В начале проведения работы вы должны принять решение, то, каким образом вы будете вообще все поле нефтяное развивать. Частями или полностью? Это основное стратегическое решение, которое вам не нужно принять перед применением метода внутрепреставого горения. Еще один момент, который очень важный – это в новых залежах при применении процесса внутрепреставого горения есть два новых направления. Первое – это должен быть высокотемпературная технология 60-70-80 даже для высоковязких вестей. Это первое, что вы должны сосредоточиться, где этот метод применять. И второе – это внутрепластовое горение, из-за которого последует пара нагнетания. Это вот есть три в настоящее время таких успешных процессов. То есть это доказано. Это, кстати, не пилот, это полукоммерческий проект тоже. Я точно знаю, что в Китае есть такая информация, уже доказано это, где в этой областях и где надо сейчас сконцентрироваться для того, чтобы использовать все преимущества внутрепреставого горения этой технологии. А теперь немного о применениях в легких нефтях. Мы говорим о применении для очень легких нефтей и легких нефтей. Сверхлегкая нефть, когда мы говорим, это значит очень большая глубина и высокой температуры 80, 90, 100 градусов. Это вот опыт из американских источников, уже коммерческая скважина. Если вы хотите распространить этот опыт, он у вас работать не будет. Этот успех пришел только и при выполнении трех условий. Первое, это очень, чрезвычайно низкая вязкость нефти, меньше, чем показатель 2. Очень низкая извлекаемость нефти, когда они начали. Там 3%, 4% только было. Сейчас дошло до 12% извлекаемость нефти. Но там до 20% еще не дошло. И последнее, должна быть очень высокая температура. Вот это те условия начальные в Америке, которые привели к успеху. Если у вас точно нет таких условий, не пытайтесь, если вы пытаетесь для низкого давления применить это, то мы не говорим это нагнетание высокого давления, мы говорим это нагнетание при условиях низкой вязкостной нефти. И если у вас нет этих условий, ничего не получится. Вот почему это гораздо более сложно применить. Потому что температура недостаточно высокая. И потому что, если у вас есть какие-то другие условия, то процесс зажигания идет гораздо хуже. Коррозийный процесс начинается. Очень внимательно надо быть. И пока еще нет успешных случаев в мире. Если речь идет о вязкости 4, 5, 20, не было еще ни одного коммерчески успешного проекта при применении технологий. Но опять, заводнение, то же самое. Нет еще случаев успешного коммерческого реализации этих проектов. Ну, собственно, вот и что я хотел сказать в заключение. Что необходимо, если вы хотите попробовать для легкой нефти, внутрепластовой горения, тогда, когда давление не очень высокое, тогда как маршандское месторождение, условия должны быть лучше. Вы должны использовать гравитацию, ну, 15-20 градусов для того, чтобы наклон, для того, чтобы гравитация на вас работала. Если у вас наклон есть, вот этот вот, вы все равно должны двигаться туда, где текущее излечение нефти не очень высокое. 10-20 процентов. Но если у вас 30 процентов, то вы свои собственные процессы начинаете разрабатывать. У вас опыта же нет, ведь, которые вы можете позаимствовать у кого-то другого даже. Ну, вот, собственно, это мои такие наблюдения. И, конечно же, когда у вас есть температура 50, 52, 56, вы должны проверять спонтанное возгорание большим количеством лабораторных тестов провести. Потому что между 50 и 60, это очень близко, это очень близко к точке спонтанного воспламенения. Но вам необходимо знать точно о том, что кинетика очень хорошая, что кинетика работает на вас. Ну, собственно, вот это мои личные наблюдения, мой опыт. Большое спасибо. Может быть, я очень затянул все это дело, и уж извините меня. Спасибо большое, господин Торте. С вашего выступления стало понятно, насколько сложны все те процессы, которые предстоит нам использовать и изучать. Я думаю, поэтому и стало понятным, почему мы именно собрались на территории учебно-научного центра. Поскольку многофакторность всех этих вещей, она подразумевает и подготовку хороших всесторонне развитых специалистов. Я надеюсь, на это тоже мы найдем возможность для сотрудничества в этих направлениях. И этот метод, вы сказали, эксперимент или пилот, он используется, нужно использовать в течение 5-6 лет. Как раз это период подготовки специалистов, мы вам с первого курса начнем их поставлять. Я надеюсь на ваш опыт и на наше взаимодействие. Спасибо большое. Для следующего сообщения я предоставляю микрофон профессору и соруководителю группы термических методов разработки университета Калгари, профессору Асудархану Мехте, с большой благодарностью за то, что, когда мы были в Калгари, нам удалось все посмотреть, нам ничего не скрывали, рассказали все так, как есть, и это позволило нам, в общем-то, не делать или делать меньше ошибок в своем развитии. Пожалуйста. Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Организационный комитет и Республику Татарстан за то, что вы организовали уже второй визит нам сюда за последние два года. И мы очень рады, мы очень довольны тем, что мы здесь. А теперь позвольте мне нарисовать такую большую глобальную картинку. Производится огромное количество нефти, сейчас уже нетрадиционной нефти извлекаются. Извлекаются в Америке, в Канаде 700-800 тысяч баррелов в день извлекаются. Если вы посмотрите, например, в Канаде, там 1,3 миллиона баррелов в день. Вот цифры термические методы, это доминирующие методы, основные методы, использующие паронагнетание. Пар от 2 до 2,5 миллионов баррелей помогает добывать в год. И добыча где-то привлекается при помощи метода САКТа 1,3 миллиона. Парациклическая обработка добывает порядка 1,3 миллиона баррелей в день. У нас есть примерно одинаковые условия, у нас есть все виды и всевозможные методы залегания, у нас есть зоны заводнения, различные уровни залегания. Но, тем не менее, есть и методы, есть и люди, которые пытаются справиться с этими трудными ситуациями для того, чтобы наша цена добычи или заходы при помощи технологии уменьшалась. Но внутрипластовой горения мы работаем, ну, профессор Мур, мой коллега, он уже раньше у меня начал работать, мы работали уже, понятно, 45 лет уже мы разрабатываем эти методы. Есть и успехи, есть и неудачи в большом количестве проектов в Калифорнии, и в Индии, и в Румынии. И профессор Туртур уже упомянул о них, ну, и, конечно же, проекты, связанные с легкой нефтью, показали нам о том, что есть ряд применений, которые применяются, могут быть применены для резервуаров глубокого залегания, где вы смотрите на Баженово, например, месторождение обычной традиционной залежи, где могут быть использованы методы высокой температуры, высокой давления. Но и прелесть, и трудности вот этого метода, который у нас есть, нравится нам это или нет, это, конечно же, ограничения, связанные с СО2. Мы можем использовать гибридные технологии, там, где вы можете объединить парациклическую обработку и внутрипластовое горение, так, где мы можем объединять технологии САГД и ТАЙ. И Алексей сказал то, что чем Шелл занимается, работая в Канаде, на канадских месторождениях. То есть есть целый ряд возможностей, на которых мы можем работать вместе. Вот команда, которую мы собрали здесь на этой конференции, она уникальная. Она включает в себя и лабораторных специалистов, ну, например, технологии САГДИ. Она была разработана в университете Калгари профессором Роджером Баклером. Это где-то 25 лет у него заняло до того момента, пока, наконец, масштабный проект был запущен в начале 2000-х. И в это время цена нефти была 18 долларов за баррель. И о чем я сейчас хочу сказать, о том, что мы должны понять, о том, что у нас есть лабораторные люди, у нас есть люди, которые занимаются экспериментальными методами, моделированием, симуляцией, объединяем лабораторные исследования и симуляции, там, где мы занимаемся вопросами внутрипластового горения. А также мы можем применить это все на реальных площадках и получить обратную связь от этих результатов. То есть очень важно, чтобы мы все сотрудничали. У нас есть здесь Казанский университет в России, у вас есть отличная инфраструктура, отличные специалисты. Мы партнеры Скоковского института науки и технологий. В их команде они проводят не только исследования, но также инновационные применения последних методов с большим масштабом международного сотрудничества, с большими университетами и компаниями. И, конечно же, мы бы были очень рады расширить наше сотрудничество в рамках Казанского университета. Так же, еще раз, здесь Скоково тоже самое работает в том же направлении. И у нас есть система, которая работает и с водонагнетанием, и с паронагнетанием, и с СО2. Ну, собственно, вот и все. Гордон, ты хочешь что-то добавить? Все, спасибо. Ну, тут сказать-то больше добавить нечего, то вот такие люди, как я... Ну, я тут, может быть, не все хорошо расслышан, но я, может быть, я слышу не очень хорошо, но это не мешает мне все понять. Да, очень хорошо, что у нас здесь люди есть, которые занимаются непосредственно лабораторными исследованиями, симуляцией. Там, где мы достаточно отстаем в моделировании процессов внутрепластового горения, нам не всегда удается достаточно точно смоделировать эти процессы. То есть мы, может быть, пожаловаться на наших коллег, которые занимаются экспериментами. Каждый процесс, который работает в поле в настоящий момент, эти процессы не могли бы быть сделаны без моделирования. Мы можем создать что-то в лаборатории, но тогда, когда экспериментальщики начинают работать, не всегда процесс выглядит так, как бы нам хотелось. И последнее, что бы я хотел, некоторые технологии, которые здесь разработаны в России и в бывшем Советском Союзе, например, горизонтальные скважины были первыми в мире. И также U-образные скважины были первыми. Сквозные технологии. Есть огромное количество технологий, которые были разработаны. И мне кажется, это отличная идея объединить опыт и технологии и продвигать дальше эти термические методы, а также другие технологии, двигать их вперед. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я с удовольствием хочу также слово предоставить координатору проектов по увеличению нефти отдачи компании «Экопетрол» Эйдеру Низ Веласкесу. Прошу вас, господин Веласкес. От имени колумбийской нефтяной компании «Экопетрол» хотела поблагодарить организаторов за великолепно организованную конференцию и народ Татарстана за гостеприимный прием. В компании «Экопетрол» мы готовим всяк организации экспериментального пилотного проекта внутрепластового горения на одном из наших месторождений тяжелой нефти в нашей стране. Это нефть, имеющая плотность 8 градусов API, на глубине приблизительно 2500 метров. То есть отличается от тех залежей, которые у вас имеются, но тем не менее, это та же нефть. Где-то на более высоко. Что мы делаем? На данный момент я являюсь сотрудником Колумбийского института нефти, соответственно, из-за подготовки технологий, которые являются новыми для нашей компании. Мы исследуем эту технологию, набираем соответствующий опыт, необходимые элементы для того, чтобы мы смогли данный процесс использовать для увеличения наших резервов в вопросах производства, добычи. В этом процессе, в вопросах этой технологии, мы, например, смогли развить необходимый опыт, работая с опытными лабораториями внутрепластового горения, разрабатывали партнерские отношения с компаниями, лабораториями, индивидуальными исследователями, которые были способны нам помочь в этом процессе. У нас также имеется конкретный партнер Стернфордский университет, который помогает нам моделировать соответствующие процессы моделирования. Вдобавок к тому, что сказал господин профессор доктор Мур о том, что там есть вещи, которые происходят проблемы, чего недостаточно работы делается. Наши партнеры помогают нам проводить полномасштабное моделирование, использование технологии Streamline для того, чтобы суметь преодолеть те сложности, с которым сталкиваются специалисты в вопросах моделирования. Возвращаясь к экспериментальным пилотам нашего проекта, мы здесь для того, чтобы продемонстрировать ряд вызов, с которыми сталкиваешься в этом процессе, и подготовки, которые мы ввели для того, чтобы инициировать данный проект. Мы готовы поделиться нашей информацией, мы будем рады, если вы захотите, и приветствуем вас, будь то в нашем университете, будь то на нашей площадке вас принять, для того, чтобы вы смогли увидеть нашу передовую лабораторию внутрипостового выгорения, для того, чтобы вы смогли увидеть, чего мы достигли, работая в сотрудничестве с нашими партнерами. В рамках данного проекта университет Калгари, это французский институт нефти, это Стэнфордский университет, компания Exciteo, другие компании и индивидуальные исследователи. У нашей компании также накоплен опыт в вопросах закачки пара и полимеров, и это то, что мы также достигли в результате международного сотрудничества. На этом большое спасибо за предоставленную возможность, и я надеюсь, что в течение всей конференции у нас будут плодотворные обсуждения со всеми вами. Спасибо. Если у кого-то есть желание выступить, либо задать вопросы, прошу подключиться к диалогу. Здравствуйте, меня зовут Клод Гадель, я работал с AFP в течение многих лет, и для меня это не первый визит в Татарстан, но и в Казань. Исходя из того, что я видел ранее, в том смысле, что я встречался с профессором Муслимовым, с господином Муслимовым, с большим количеством местных специалистов, и основная проблема всегда заключалась в том, чтобы как открыть республику, страну в работе с партнерами, с другими институтами. В рамках этого симпозиума мы видим, как огромное количество экспертов приехало из-за границы, и на мой взгляд, это очень важно. И мне кажется, вам необходимо продолжать работу для того, чтобы раскрывать страну, республику для международного сотрудничества. Сегодня в одиночку жить невозможно. Глобализация означает то, что у нас взаимозависимость. Любая страна на других странах, и любой компании от сотрудничества с другими компаниями, вы не можете открыть всего сами. Вам в этих вопросах необходимо быть более открытыми. Вот это мой первый комментарий. И то, что мы свидетелями, чего мы являемся сегодня, это очень хорошее направление. Второй комментарий. У вас огромные запасы тяжелой нефти. У вас крупная компания от нефти, у вас имеется хороший исследовательский центр, федеральный университет. Проблема заключается лишь в том, что вы хотите повысить сеть нефтедобычи, нефтеотдачу. А как это сделать? Посредством инноваций, посредством новых технологий. А это не дешево. Тут необходимо продолжать целенаправленно инвестировать деньги для того, чтобы улучшать качество исследований, которые проводятся в вашей стране, в вашей республике, в вашей компании, в вашей шиминститутом, другими партнерами вместе с иностранными, в том числе. Это очень важно для республики. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, она с каждым годом будет более актуальной. И на самом деле нам очень важно получить ту информацию, которую вы сегодня донесли до нас. И очень важно, чтобы Казанский федеральный университет был некой такой площадкой, где бы мы могли планировать те работы, которые необходимы для нефтяной промышленности республики. Мы сегодня уже вышли на уровень 34 миллиона тонн. Основная доля, конечно же, это компания «Татнефть», наши малые нефтяные компании. И все эти технологии очень важны. Я, как представитель совета директоров компании «Татнефть», могу заверить, что в квартал один раз точно мы эти вопросы обсуждаем на совете директоров. Поэтому я хотел поблагодарить уважаемых наших гостей за интересные доклады. Очень надеюсь, что наш, особенно федеральный университет, сможет выстроить деловые контакты с вами, организовать совместную работу. Ну и я думаю, что участие на нашем обсуждении наших нефтяников, генерального директора, это тоже надо смотреть пошире. Налюф Атыч, вот прекрасная площадка, опыт которой здесь рассказали, он обязательно для нас очень нужен. И я хотел бы, во-первых, поблагодарить Александрова и вас, поблагодарить наших коллег, которые отозвались. И очень надеюсь, что Казань, республика Татарстан вам понравится, и мы найдем форму как можно чаще встречаться, общаться. Ну и самое главное, ваши знания, ваш опыт, ваши технологии, они будут очень нужны. Поэтому хотел бы поблагодарить вас за сегодняшнее мероприятие. Спасибо большое. Спасибо большое, Растан Норгалевич, за то, что нашли возможность и пришли к нам на наше утреннее заседание, которое проходит в рамках конференции. И нам всегда очень важно ваша поддержка в наших, тем более, новых начинаниях. Бегзор Рахмат Сызга. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.